В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе прошли выборы в Совет депутатов. Кандидатов у нас зарегистрированных и участвует сегодня в голосовании на 201 кандидат. И это говорит о том, что конкуренция довольно высокая на округах. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась новая экспозиция, в которой можно увидеть редчайшие образцы нотных сборников. Посмотрите, какое издание. Я консультировалась с нашим художником. Это ручная работа по золоту, розбись. В центре тестирования норм ГТО в Видном жаркая пора. Старшеклассники сдают стрельбу. С первого раза не у всех получается, но потом у многих нам уже приходит третий, четвертый раз. Вот как показывает практика, на третий, четвертый уже прям вот все сдают. 22 декабря состоялись выборы в Совет депутатов Ленинского городского округа. Весь день мы следили за ходом голосования о том, как все прошло и о результатах выборов. Узнаете из нашего сюжета. 22 декабря стало особенным в череде значимых событий уходящего года. Выборы в Совет депутатов Ленинского городского округа проходили на 63 избирательных участках муниципалитета. На участке номер 1272, который расположен в районном Доме культуры, уже с раннего утра было оживленно. Все проходит в штатном режиме, без эксцессов, все спокойно, хорошо, миролюбиво. Жители, прикрепленные к данному участку, приходили по одному и семьями, чтобы реализовать свое избирательное право. Каждый уверен, его голос важен. Наш город так хорошо расцветает, а это чтобы еще лучше. Очень важно. За порядок в нашем городе. За город доведен. И особенно за старый город, за клубник и переулок, чтобы там порядок навели. Учет ведем, чтобы все, нарушений, чтобы не было, чтобы все как должно, как учили, как предназначено по документам. Так что голосование пока все идет, все хорошо. То есть нет ничего. Комиссия работает, мы тоже как наблюдатели свои функции выполняем. За выборным процессом пристально следили не только наблюдатели от различных партий, но и представители из области. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов объехал несколько участков в разных поселениях. Люди доброжелательные, люди заинтересованные. Я даже спрашивал, за кого голосуют. Кто-то говорит, кто-то не говорит, улыбается. Но самое главное, что граждане понимают, что необходимо на выборы прийти. Что эти муниципальные выборы для Ленинского городского округа очень важны. Глава муниципалитета также реализовал свое гражданское право, участвуя в выборах. Валерий Венцель на своем избирательном участке появился около 11 часов утра. Мы в этом году сформировали городской округ. Сейчас формируем органы местного самоуправления. И здесь я искренне убежден, что у нас будут избраны достойные депутаты, которых будет 30 человек. Мы получим полноценный совет депутатов городского округа. И дальше уже будем выполнять те задачи, которые перед нами в первую очередь ставят наши жители. И, конечно же, наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. На участке номер 3622, расположенном в Видновской детской школе искусств, тоже было заметно оживление. Люди приходили голосовать, и многие делали свой выбор осознанно. Выборы вообще нужное дело для каждого гражданина, чтобы выразить свою точку зрения на вопросы, как вы будете жить в ближайший выборный срок депутатов. Для вас ваш выбор был очевиден? Мой был очевиден. На данном участке было 16 наблюдателей. Один из них – Егор Курачев. На мой взгляд, все проходит спокойно. Вот сейчас активность людей увеличилась. Люди идут прям таким потоком. Нарушений зафиксировано не было. Тут же по соседству располагается еще один избирательный участок. Его посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он побеседовал с людьми, после чего смог сделать определенные выводы. На мой взгляд, обстановка спокойная. Хорошие люди идут. Но, несмотря на то, что воскресный день, тем не менее, уже увеличивается количество проголосовавших. Все спокойно. Наблюдатели находятся на своих местах. Я с ними переговорил. Критических никаких замечаний нет. В поселениях муниципалитета голосование проходило не менее активно. На участке номер 1279, который находится в центре досуга Дроздова, имели право отдать свой голос более двух тысяч человек. У нас есть деревня Дроздова, село Беседа, Слобода, остров. У нас очень много участков, где люди приходят на наш избирательный участок и голосуют. Здесь же проголосовал председатель районного совета депутатов Станислав Радченко. Сегодня мы избираем 30 депутатов городского округа, которые в будущем, собственно, составят основной костяк органов муниципальной власти. Совет депутатов призван принимать наиболее важное решение в нашем городском округе. И сегодня, собственно говоря, и важный день. О значимости проходивших выборов говорили и другие избиратели. Я считаю, что все должны обязательно приходить, потому что это местные власти. Я говорю, если за нас кто будет теперь в районе? Раньше, я говорю, были депутаты поближе, а теперь они должны ездить защищать наши интересы, где я в районе. Выборы – это наш долг, я его выполняю как гражданин. Прошедшие выборы оказались одной из самых конкурентных муниципальных избирательных кампаний за последнее время. К ним было приковано большое внимание, а контроль за ходом голосования осуществлялся Московской областной избирательной комиссией прямо на месте. Достаточно большое количество избирателей. Более 116 тысяч человек избирателей проживают на территории Ленинского городского округа. Это первое. Второе – это количество кандидатов. Кандидатов у нас зарегистрированных и участвует сегодня в голосовании. 201 кандидат. И это говорит о том, что конкуренция довольно высокая на округах. Серьезных нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоговый результат, во время голосования замечено не было. Все отрабатывается в рабочем порядке. Много в этот раз у нас на местных выборах присутствует наблюдателей, присутствует членов комиссии с правом совещательного голоса, решающего голоса, доверенных лиц. То есть у нас представительство всех партий, самовыдвиженцев, общественных организаций. Максимально досрочное голосование у нас также открыто проходило. По результатам подсчета голосов 15 мест в Совете депутатов Ленинского городского округа получила партия «Единая Россия». 8 мест достались самовыдвиженцам, 4 – представителям КПРФ, 2 – ЛДПР и 1 место – кандидату от партии «Яблоко». Татьяна Брылова, Дмитрий Книга, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В администрации муниципалитета подписали трехстороннее соглашение. Представители торгово-промышленной палаты, Координационного совета профсоюзов и местной власти обменялись папками, которые теперь являются официальным документом о сотрудничестве сторон. Что каждой стороне дает это соглашение, расскажет Юлия Погосян. Около трех лет в Ленинском городском округе существует отделение торгово-промышленной палаты Московской области. За эти годы число членов общественной организации возросло до 40 участников. Они регулярно организуют и проводят различные мероприятия, участвуют в социальных проектах, всячески помогают бизнес-сообществу муниципалитета. Активность растет, а вместе с ней растет и потребность во взаимодействии со структурами местной власти. От этого, в частности, и возникла идея подписать трехстороннее соглашение между Торгово-промышленной палатой, Координационным советом профсоюзов и администрацией округа. Подобное соглашение – это гарант, как уже говорили об этом. Гарант того, что на территории нашего городского округа предприятия, которые находятся и работают, они будут соблюдать и правила, которые на сегодняшний момент были подписаны в этом соглашении. Теперь Совет профсоюзов в рамках закона будет защищать права сотрудников крупного, среднего и малого бизнеса в городском округе. А представителям Торгово-промышленной палаты предстоит взять ответственность за предпринимателей, которые отныне должны стремиться к стандартам в создании условий для работников. Уровень зарплаты, социальная поддержка, обеспечение рабочими местами. Соглашение, это социальное партнерство, вообще это залог всего, потому что всегда можно договориться, чтобы это было, потому что это на благо наших жителей, наших работников. Корректорационный совет профсоюзных организаций, торгово-промышленная палата, все души, да, благодарю. Соглашение подписывается на три года. В течение этого времени каждый год подводятся итоги совместной работы. Данный документ регламентируют социально-экономические отношения всех сторон. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В Горках Лединских в музее «Кабинет и квартира Ленина» в Кремле открылась новая экспозиция, в которой можно увидеть редчайшие образцы нотных сборников. Музыка в семье Ульяновых, такое название, получила новая выставка, и мы стали одними из первых, кто ее увидел. Исай Александрович, сыграйте, пожалуйста, апассионата. Пожалуйста. Экспозицию «Музыка в семье Ульяновых» нам показывает ее автор Светлана Генералова. Вовлечение музыкой Владимиру Юрьевичу Ленину было привито с детства. Его мать, Мария Александровна, прекрасно играла на фортепиано. Именно она положила начало коллекции, которая насчитывает более 400 экземпляров. Нотная библиотека начала собираться где-то с середины XIX века. То есть первые ноты приобретены Марией Александровной, когда она еще была в девичестве Марии Бланк. И об этом говорят вот как раз переплеты. Вот мы с вами видим черную вот такую тетрадь, на ней написано «МБ». Потом там на развороте мы увидим, что подписана рукой дополнительно Мария Ульянова. То есть она была девушка, купила эти ноты, потом ушла самуша, и имя владелицы изменилось. Последние экземпляры появились в коллекции в 30-х годах XX века. Их собирала младшая сестра Ленина Мария Ильинична. Названия музыкальных произведений написаны на разных языках. Семья же была, в общем-то, профессиональных революционеров, как мы привыкли говорить. И жили они, перемещались постоянно, не только по стране, но и по, скажем так, по нашему континенту. И мы видим, что ноты покупались везде, вот где бы они ни жили. Уникальность этого собрания не только в том, что на полях есть автографы членов семьи Ульяновых. Многие сборники сами по себе являются ценными образцами. Мне хотелось показать это как отдельное произведение искусства. Это овертюры Чайковского, написанные на открытии Храма Христа Спасителя. Посмотрите, какое издание. Я консультировалась с нашим художником. Это ручная работа по золоту, роспись. Но главное, ради чего создавалась экспозиция, это попытка другими глазами посмотреть на прошедшую эпоху и по-новому оценить личность вождя мирового пролетариата. Давайте уйдем от марктизма и ленинизма. И честно, спокойно, нам еще рано делать оценки, нам еще рано это все оценивать. Давайте просто посмотрим, что там было. В том числе, там была и музыка. Из-за особенностей и условий хранения нот, экспозиция будет работать не больше трех месяцев. Сейчас она доступна всем посетителям музея, кабинет и квартиры Ленина в Кремле. Нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивный, думаю. Вот какие чудеса могут делать люди. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В центре тестирования норм ГТО в Видном жаркая пора. Сейчас здесь сдают последние нормативы старшеклассники, чтобы к Новому году получить заветный подарок. Золотой значок «Готов к труду и обороне». Вместе с ними попробовала набрать 30 победных очков в стрельбе и наш корреспондент. Екатерина Борисова. Набрать 30 очков – такова программа «Максимум» для тех, кто пришел в центр тестирования норм ГТО в Видном, чтобы сдать норматив по стрельбе. Для многих это последнее решающее испытание. Ребята заметно нервничают. Чувночный бег, отжимания, пресс, прыжки. Все на золото. То есть пока у тебя ты к золотой медали движешься? Да, я вот осталась последний раз сдать и все золото. Я сюда пришел уже второй раз сдавать стрельбу. Шансы мои, ну не знаю, надеюсь на золото. Я и мои ученики, мы сдали все нормативы на золото. И вот осталось последнее испытание стрельба, поэтому вот волнение ждем финала. Приходилось уже стрелять. У нас и в школе есть электронный тир, я пробовала там. Сложно. Оказалось, что это одно из сложных испытаний. В центрах тестирования ГТО теперь часто используют оружие электронное. Внешне оно практически не отличается от привычной для нас пневматики. Она в принципе аналог пневматической винтовки. Единственное, что чуть меньше отдача от пневматики все-таки в плечо сильно отдает. В электронном такого чувства нет. Для тех, для кого оружие в новинку первый раз пришли многие школьники, видят его в первый раз, мы их учим. С первого раза не у всех получается. Но потом вот у многих нам уже приходит третий, четвертый раз. Вот как показывает практика, на третий, четвертый уже прям вот все сдают. Для нас тоже провели небольшой инструктаж и показали, как обращаться с электронным оружием. Теперь садитесь удобно. Оба локтя на стол. Приклад упирается в плечо. На конце у вас там мушка, видите ее, да? Это прицельная планка. В идеале они у вас должны совпасть вот в линию, да? То есть для нее специально вот это отверстие. И они образуют прямую линию. И этой линией вы целитесь под черный круг на мишени. Выбить 30 очков с первого раза, как и предсказывала тренер, мне, как новичку, не удалось. А вот старшеклассники были более удачливыми. Какой результат? Нужно было сдать на 30. Я 31 набрал. Это твое последнее испытание, да? Да. То есть все, золотая медаль ГТО в кармане? Да, скорее всего. Среди сдающих много будущих выпускников. Дело в том, что с этого года для них изменились сроки сдачи норм ГТО. Мы теперь сдаем с января по июль и с сентябрь по декабрь. То есть учитывается не учебный год и не полностью календарный год, а именно вот эти полгода квартальных. Именно поэтому ожидается, что последние месяцы года станут особенно урожайными. Тренеры и судьи ожидают около 200 золотых знаков ГТО. Еще, чтобы ребята внимательно следили за тем, что у некоторых исполняется день рождения. В период, когда они сдают, чтобы они все-таки или предупреждали судьи, наш центр ГТО, или все-таки старались все сдавать после дня рождения, чтобы знак зря не получиться. Потому что они сдают, им исполняется переходящий возраст, и знак этого ничего уже не дает. Ну а тем, кто только подумывает сдать нормы ГТО, напоминаем, что для этого прежде всего нужно зарегистрироваться на сайте программы, получить уникальный номер и усиленно тренироваться, чтобы успешно сдать от 7 до 9 видов нормативов в зависимости от возраста. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.